В Гомеле в ближайший час откроют Центр Безпеки МНС. Он будет размещаться на базе филиала Университета Громадянской Обороны Министерства по надзвичайных ситуациях Беларуси. Еще четыре года тому в Гомельском районе был создан первый и на тот момент один такой адукационный центр. Практику переняли и сегодня подобные объекты существуют уже во всех регионах страны. Наша здымочная бригада завитала до первых открывальников и поцикавилася сучасными справами установы. В Гомельске областный центр безопасности открыли в 2015 году в стенах специализированного лицея при Университете Громадянской Обороны МНС. Уникальный в своем роде адукационный проект худко набрал популярность. И на его прикладе Центры безопасности начали створаться в других регионах страны. Только уявите, за четыре года существования тут побывало около 57 тысяч человек. Большая часть – это, конечно, дети, школьники и выхованцы детских садков. Центры различены на наведывальников разного взрослого. Для зуси маленьких тут показывают повышальные мультфильмы. Старайшим пропонуют пройти квест по безпеце. Тут важные для життя веды подают про технологии дополненной реальности, бо в выпадку с оправданной незвученной ситуацией люди часто паникуют и забывают все правила с уроков по безпеце житедельности. Наведывальники Центра отримливают навыки поводя на водоемах, у леса, на болоте, самостоянно тушать пожар в огнетушителям и практикуются у выклику службов выратования по телефоне. Важно уметь не только самостоянно ротоваться, а и допомогать людям, которые обынулись в обеде. Экскурсии, которые проводятся в зиму и летом, одрозниваются по своим зместе. В отповедности с часом года наибольший ухил робится на сезонной небеспеке. А кроме того, оперативно распроцовываются новые программы, когда возникает острая необходность попередить людей. Если брать январь этого года, за первую неделю более 110 было зарегистрировано случаев получения травм на тюбинге. Нам было принято решение создать оперативный видеоролик, информацию. И, конечно же, все дети, посещающие Центр безопасности, были еще раз проинструктированы, показан тот трагический опыт. Основная мета Центра безпеки – научить правильным деяниям при надзвучайных ситуациях. Специалисты установы, кажучи об эффекте своей деятельности, спосылаются на статистику. В регионе сгода в год снижается количество случаев дитячего травмирования. Так, в 2017 году на надзвучайных ситуациях потерпели 32 неполнолетние, в 2018 – 22.